Примерно 1700 домов на Южном Урале можно исключить из программы капремонта. Новые поправки в законопроект позволят не обновлять те здания, которые технически нецелесообразны ремонтировать. Да, а идея всецело принадлежит депутатам законодательного собрания Челябинской области. Более подробно мы расспросим о поправках нашего гостя. У нас в студии Вадим Борисов, генеральный директор регионального оператора по капитальному ремонту. Доброе утро, Вадим Борисович. Ну, вот расскажите, сколько домов включены в данную программу по капремонту на данный момент? На данный момент у нас в региональную программу включены 19 635 домов. И очень часто люди задают нам вопрос, зачем вы наш дом ремонтируете. И, откровенно говоря, у меня даже при объезде этого дома... Тоже возникают такие вопросы. Даже после проведения капитального ремонта возникает вопрос, зачем мы это сделали. Почему? Потому что в программу включаются все дома, не признанные аварийным. Это правило существует и по сей день. Но вот, наконец-то, у нас депутаты законодательного собрания внесли изменения в закон Челябинской области, позволяющий исключать из программы капитального ремонта дома, которые имеют износ более 70% основных конструктивных элементов. Закон такой принят. Сейчас Минстрой Челябинской области разрабатывает порядок. Вот исключение этих домов из программы капитальных ремонтов. Этот порядок будет утвержден правительством Челябинской области. И после этого будет начата работа по обследованию домов, которые имеют признаки вот такого большого износа. Каким образом это будет производиться, пока непонятно. Порядок пока только разрабатывается. Но, тем не менее, я считаю, что это решение принято абсолютно правильное, потому что действительно есть дома, которые подвергаются капитальному ремонту. То есть мы там меняем крышу, меняем фасад здания, меняем систему инженерных коммуникаций в доме. А, грубо говоря, фундамент, который мы усилить как таковой не можем, поскольку это считается реконструкцией, оставляет желать лучшего или, по крайней мере, имеет какие-то признаки вот либо большого износа. Это подход абсолютно нерациональный. Именно поэтому мы также поддержали эту инициативу. Выступали ярым сторонником принятия такого решения в законодательном собрании. Вот сейчас ждем с нетерпением того порядка, который будет разработан Минстроем и утвержден правительством, и активно готовы включиться в работу по обследованию домов. В жилищном кодексе определено, что в случае, если дом с таким процентом износа по решению... Нет, нет, еще раз, этот дом не признан аварийным. Если дом признается аварийным, он и сейчас исключается из программы капитального ремонта. То есть в настоящий исторический момент есть единственное основание для исключения дома из программы капитального ремонта – это издание местной администрации нормативного документа о признании его аварийным. Вот дом признали аварийным. С этого момента, как только мы постановление получили, рекоператор перестает начислять плату за капитальный ремонт. Значит, этот дом исключается из региональной программы. Вот сейчас в очереди ждут 66 домов, которые за первое полугодие 2018 года были признаны аварийными. Их при актуализации из программы исключат, а плату за капитальный ремонт мы им уже не начисляем. Значит, те денежные средства, которые были собственниками собраны до момента признания их дома аварийным, либо возвращаются им, либо направляются на цели сноса этого дома через орган местного самоправления. Но это уже другая история. Вадим Орисович, а вот сами жители, они как-то могут на это повлиять, на ход этот, чтобы дом признали? Смотрите, все зависит от того, какой сейчас будет порядок. Но, по всей видимости, без участия органов инвентаризации не обойдется, потому что только они у нас устанавливают износ дома. Если собственники выйдут с инициативой за собственные средства для того, чтобы ускорить процесс, принесут официальные документы, которые будут подтверждать, что дом действительно имеет 70% износ, я думаю, что никаких препятствий для исключения этого дома из программы не будет. Но еще раз подчеркиваю, почувствуйте разницу. Это не значит, что дом признан аварийным. Если дом признан аварийным, он и сейчас исключается из программы капитального ремонта. Это значит, что дом технически нецелесообразно проводить капитальный ремонт, потому что мы туда деньги вкладываем, а все равно через 10-20 лет в каком-то обозримом будущем этот дом будет признан аварийным, снесен, и деньги, по большому счету, будут выброшены на ветер. Вот для того, чтобы это исключить, дом признается, что да, он в скором времени будет признан аварийным, какое-то ставится время для рассмотрения признания его аварийным. Ну, я так предполагаю, опять же, да, мы не видели пока порядок. Но самое главное, что этот дом не будет получать, на этот дом не будут тратиться денежные средства с других домов. Это самое главное, потому что денежные средства должны вкладываться рационально. Ну что ж, большое спасибо. Я напоминаю, что этим утром у нас в студии был Вадим Борисов, генеральный директор регионального оператора по капитальному ремонту. Продолжение следует...